Инициатором первого подобного мероприятия выступила молодежная организация «Время земли». Особенность такой формы взаимодействия очевидна. Участниками открытого обсуждения могли стать не только специалисты сферы защиты окружающей среды и волонтеры экологических объединений, но и просто инициативные и небезразличные граждане, желающие помочь своему городу стать чище и уютнее. Мы инициировали вообще этот форум буквально неделю, где-то три назад. Тема была сохранение и развитие зеленых зон и насаждений в городе Бресте совместно с Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраной окружающей среды. До этого мы проводили встречу предварительно 12 числа с общественностью, где мы обсуждали актуальные проблемы с гражданами, на которых получили информацию. Форум по защите зеленых зон Бреста прошел в рамках работы заседания Общественного координационного экологического совета при Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сотрудники структуры смогли ответить на насущные вопросы и объяснить, по какой причине проводится та или иная процедура. Сегодняшний форум, конечно, повлияет на степень озелененности города Бреста. Мы видим, что город Брест довольно-таки зеленый. Когда-то он входил в пятерку самых зеленых городов своего рода в СССР. И на сегодняшний момент он тоже оставляет за собой эти позиции. Но ничего не вечно, нужно продвигаться, нужно жить дальше. И, естественно, мы хотим обновлять город, чтобы он был еще зеленее. Зеленый город, больше воздуха очищается, всем жить намного легче и здоровее. Содержание зеленых насаждений, концепция озеленения города, разработка новых эко-маршрутов. И это не полный список тем, которые смогли обсудить участники открытого диалога. Кроме того, в гости к Брестским защитникам природы приехали их минские коллеги. Которые поделились своим опытом работы в сфере сохранения белорусского зеленого мира.